для этого вкусного и быстрого салата понадобится небольшая пачка 200 граммов крабовых палочек я их нарезаю небольшими кубиками затем возьмем половину лимона из одной половины лимона отжимаем сок на измельченные крабовые палочки перемешаем и пускай пока постоят три кусочка хлеба я порежу кубиками так чтобы кубики были со стороной максимум один сантиметр вот так теперь измельченный хлеб переложим в обычный пакет мы приготовим вкуснейшие сухарики хлебу высыпаю 2 чайных ложки сухого чеснока и одну чайную ложку прованских трав пакет немножко вот так вот надуваю и хорошенько встряхиваю таким образом приправы равномерно распределяться по хлебу аромат потрясающе аппетитный это еще не все дальше мы добавим 1-2 столовых ложки растительного масла и опять точно также встряхиваем конечно можно купить готовые сухарики и добавить в этот салат но разве же они пойдут хоть какое-то сравнение с домашними сухариками потрясающий пахнущий хлеб будем выкладывать на противень с бумагой для выпечки и здесь я вам хочу показать такую небольшую хитрость чтобы бумага не закручивалась я слегка смочила противень водой и так высыпаем и распределяем так чтобы будущие сухарики лежали в один слой дальше эту красоту отправляем запекаться в разогретую духовку при 190 градусах цельсия или 374 градусах фаренгейта тем временем нарежем 3 отварных яйца яйца мы также режем кубиками и отправляем в салат салат у нас будет сытным еще один ингредиент который я добавлю это небольшой кусочек сыра 70 граммов хотя по желанию можно добавить и больше натертый сыр конечно же идет салат к этому моменту вкусные сухарики готовы они у меня запекались 8 минут сухарики высыпаем в салат в остывшем виде ингредиенты в салате перемешиваем заправка в салате будет очень простой сюда добавляется майонез для тех кто предпочитает домашний майонез в конце этого видео я оставлю ссылку на рецепт очень быстрого домашнего майонеза без яиц и прямо в майонез я пропускаю через пресс 2 зубчика чеснока этот салат будет пикантным очень интересный непривычный немножко вкус и вот так вот чеснок размешиваю сперва с майонезом чтобы чеснок распределился равномерно по всему салату вот так вот все просто и в то же время получается очень интересный оригинальный салат я вам скажу что это потрясающая вкуснятина его обязательно стоит попробовать готовьте с удовольствием и не забудьте подписаться на канал нажимайте колокольчик чтобы сразу увидеть новые интересные рецепты ставьте лайк под видео и напишите ваше мнение в комментариях а я желаю вам мирного неба и крепкого здоровья как обычно до встречи в следующем вкусном видео для этого интересного салата берем 200 граммов крабовых палочек или палочек сурими палочки сурими нарезаем кубиками сегодня я готовлю по рецепту зрительницы который она написала в комментариях она пишет что готовит такой салат более 20 лет и все едят с удовольствием и мы его сейчас приготовим и сразу же оценим так ли он идеален как о нем пишут следующий ингредиент салата три отварных яйца яйца так же нарезаем кубиками необычная изюминка этого салата один апельсин зрительница пишет что он придает потрясающую свежесть и сочность этому салату и сейчас мы это проверим так ли это вкусно апельсин разделываю на дольки и нарезаю также кубиками сочный апельсин идет в салат также добавляем в салат пол банки нежной консервированной кукурузы добавляем чуть-чуть соли заправлять салат будем парой ложек майонеза в конце этого видео я оставлю ссылку на рецепт быстрого экономного и вкусного домашнего майонеза прямо в майонез измельчаю один зубчик чеснока так он лучше распределиться в салате я вам скажу что пахнет это уже сейчас очень аппетитно и уже сейчас мне нравится этот салат тем что готовится быстро просто и экономно ну что ж пробуем ну что ж я вам скажу что я не ожидала действительно настолько вкусно я бы добавила еще зубчик чеснока готовьте с удовольствием готовьте смело это фантастически вкусно подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик чтобы сразу видеть новые и интересные рецепты ставьте лайк под видео пишите ваше мнение в комментариях я желаю вам мирного неба и крепкого здоровья до встречи как всегда в следующем вкусном видео для этого замечательного салата нам понадобятся палочки сурими или крабовые палочки одна небольшая пачка или 200 граммов крабовые палочки нарезаю тонкими полосками затем нарежем пару помидоров среднего размера лучше чтобы эти помидоры были мясистыми плотными помидоры режу под стать крабовым палочкам тонкими полосками измельченные помидоры отправляются в салат третий и последний ингредиент салата это небольшой кусочек твердого сыра сыра беру чуть больше чем 80 граммов и натираю его на крупной терке сыр рекомендую брать с нежным вкусом можно по желанию использовать плавленый сыр заправлять салат будем майонезом причем рекомендую вам приготовить домашний майонез за одну минуту без яиц ссылку на экономный и быстрый рецепт домашнего майонеза я оставлю в конце этого видео и в описании под видео теперь обязательно к майонезу добавим два небольших зубчика чеснока если вы этот салат готовите например на праздник и хотите избежать запаха чеснока изо рта используйте сухой молотый чеснок 1 чайной ложки будет достаточно чеснок распределяю в майонезе чтобы он лучше равномернее распределился в салате несмотря на всю простоту и можно сказать даже экономность салат получается просто потрясающе вкусный я очень вам рекомендую его приготовить сочетание продуктов в салате максимально удачное поверьте ваши гости ваши близкие будут в восторге от этого салата готовьте на здоровье эту вкусняшечку и не забудьте подписаться на канал нажимайте колокольчик чтобы сразу видеть новые интересные рецепты ставьте лайк под видео пишите ваше мнение в комментариях а я желаю вам мирного неба душевного спокойствия и крепкого здоровья дорогие мои зрители до встречи в следующем вкусном видео